Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ещё раз, Николай Лаваевич, приветствую вас как председателя. И ещё раз приветствую также всех, кто собрался в расширенном составе. Хочу присоединиться к словам благодарности, которые прозвучали в адрес наших армянских коллег за тёплый приём, за хорошую организацию нашего мероприятия, за добрую атмосферу и за прекрасную погоду, конечно. В заседании нашего совета впервые участвует премьер-министр Казахстана Новый Оскар Закпович Мамин. Мы, конечно, его знаем как члена Совета комиссии, глубоко погружён в тематику интеграции, поэтому мы вам желаем дальнейших успехов и в новой должности. Также хочу присоединиться к поздравлениям, которые здесь прозвучали по случаю наступающих праздников, ну и, конечно, прежде всего, Дня Великой Победы, который отмечается в наших странах. Ну и также, пользуясь случаем, хотел бы сказать несколько слов благодарности в адрес первого президента Казахстана, поскольку именно Руслан Абич Назарбаев ещё в 1994 году высказал идею интеграции в том виде, в которой мы её сейчас реализуем. Я с ним неоднократно это обсуждал в начале этого десятилетия, когда создавался сначала таможенный союз, ну а через месяц в столице Казахстана пройдёт юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Это знаковое событие, было принято решение двигаться вперёд, двигаться сообща, ну и совместно решать имеющиеся проблемы, находить новые возможности для развития наших экономик. Поэтому это действительно нельзя забывать. Пять лет – период относительно недолгий, но в то же время можно говорить о результатах. Главное из них заключается в том, что интеграционный проект в целом состоялся. Он работает, общий рынок нашей пятёрки развивается, есть позитивные изменения по всем направлениям. Бизнес активно включился в интеграционные процессы, для предпринимателей открываются новые перспективы, и даже вот те решения, которые мы обсуждаем, мы всё время смотрим сквозь призму того, насколько это повлияет на предпринимательское сообщество, насколько те решения, которые мы принимаем, или упрощают жизнь, или наоборот создают какие-то дополнительные риски. Ровно поэтому, так сказать, полезны вот такого рода форматы, которые проходят на уровне правительства. Самое главное, чтобы и экономики чувствовали себя более уверенно в результате интеграции, ну и, конечно, граждане наших стран ощущали последствия интеграции, благотворные последствия интеграции на себе. Но об этом говорят и конкретные цифры. В прошлом году валовый внутренний продукт в целом в Союзе увеличился на 2,5%. Мы выполнили задачу, которая была поставлена, обеспечили темпы экономического роста в Союзе не ниже 2%. Нужно стремиться и в этом году к таким результатам. Здесь цифры товарооборота назывались, но они действительно неплохие. Я еще раз их назову. С третьими странами этот товарооборот вырос на 19%, объем взаимной торговли между странами-участниками почти на 9%, более чем на 9% за счет роста объема перемещаемых товаров. Есть положительная динамика и в промышленном производстве, порядка 3% прирост. Но есть и задачи, на которые мы должны сконцентрировать свои усилия в ближайшее время. Каковы они? Коллеги их уже называли, я тоже себе позволю это сделать. Первое – это развитие и внедрение цифровых технологий. Это важнейшие условия повышения конкурентоспособности наших экономик. Здесь мы уже активно работаем. Приняли дорожную карту по реализации цифровых проектов, прорабатываем совместные подходы к цифровой торговле. В этом случае готовится дорожная карта по развитию торговых площадок, которые будут использовать интернет-технологии. Для рассмотрения подготовлена модель единого окна в формате пятерки. Внедрение этого принципа все процедуры позволит унифицировать, ну и упростить взаимоотношения между бизнесом и органами власти. Нужно внедрять и другие механизмы, основанные на цифровых решениях, включая производственные механизмы. Это решает задачи евразийской сети промышленной кооперации и трансфера технологий. Нужно формировать сервисы для бизнеса, вовлекать разный бизнес туда, включая малые и средние предприятия. Они позволят добиться оптимальной загрузки мощностей и стимулировать, конечно, инновационные процессы в наших экономиках. Второе, о чем хотел бы сказать, это укрепление внутреннего контура интеграции и совершенствование наднационального регулирования. Мы, собственно, всё время этим и занимаемся, и в узком составе об этом говорили подробно. У нас остаётся, коллеги здесь это отмечали, действительно немало препятствий для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. Причём очевидно, что эти препятствия есть во всех экономиках. Здесь нет ситуации, когда какая-то экономика стерильна, а все другие экономики смотрят с завистью. Нам нужно двигаться всем в этом направлении. Мы работаем по плану мероприятий, по дорожной карте, однако выполнение идёт этой карты действительно такими не очень быстрыми темпами. Это сказывается на предпринимательской активности, и на это нужно обращать особое внимание. Было подписано соглашение о гармонизации законодательств в сфере финансового рынка. Значит, здесь тоже нужно двигаться вперёд. У нас ситуация такова, что пока только Россия выполнила необходимые внутригосударственные процедуры, просьбы других коллег ускорить ратификацию. Правительство и национальные банки разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка. Ну, здесь много тоже вопросов, и юридических, и технических, нужно этим заниматься. Третье, о чём хотел бы сказать, это развитие сферы технического регулирования. В наших общих интересах, чтобы на рынок Союза поступала качественная продукция, которая соответствует и стандартам общим, и это касается безопасности потребителей, особенно если речь идёт о пищевых продуктах. У нас действует 47 технических регламентов. Это наше с вами общее достижение. В стадии разработки ещё 12 регламентов. Предлагаю ускорить их согласование, обеспечить строгий контроль. Четвёртое, о чём хотел бы сказать, это обеспечение прозрачности рынка. Нам нужен действенный механизм прослеживаемости товаров. При этом мы должны создавать такие условия, когда новых требований избыточных не появляется. Мы сейчас работаем над соглашением о гармонизированной системе подтверждения происхождения товаров, которые ввозятся с таможенной территории. У нас есть ряд предложений, мы их сейчас рассматривали, надеемся, что это будет принято, и получим мы реально работающий механизм. В части прослеживаемости хорошо себя зарекомендовала система маркировки товаров. Мы начинали, напомню, с меховых изделий. Это помогло снизить серый оборот, увеличить легальный оборот такой продукции. Ну а в конце марта вступило в силу соглашение маркировки товаров средствами идентификации уже на территории всего Евразийского союза. Мы сможем усилить контроль за оборотом продукции на территории пятерки. Эту практику нужно распространить и на другие товары. Мы с вами только что смотрели презентацию. Действительно, нужно создать такую систему, которая будет приемлема во всех странах, унифицированную, удобную систему и на межгосударственном уровне, и, самое главное, удобную для потребителей. В России введена обязательная маркировка уже. Ну вот, собственно, будем двигаться вперед. И, конечно, еще раз хотел бы подчеркнуть, что нам нужно синхронизировать эту работу. Международное сотрудничество. Мы стремимся к тому, чтобы Союз стал полноправным участником мировой торговли. Наше объединение открыто к диалогу с иностранными партнерами. Действует зона свободной торговли с Вьетнамом. Взаимный товарооборот растет с ним. В прошлом году подписаны соглашения с Ираном и Китаем. Мы ведем переговоры, напомню, и с другими странами. Это Сингапур, Индия, Египет, Сербия, Израиль. Статус наблюдателя при Союзе получила Молдова. Считаю, что нам нужно продвигать сотрудничество с нашими соседями по СНГ, расширять возможности для совместной деятельности и выстраивать, конечно, взаимовыгодное сотрудничество с государствами всех регионов мира. В особенности, наверное, нужно сейчас смотреть на Азиатско-Тихоокеанский регион, который активно развивается, Латинскую Америку и целый ряд других. Это даст существенные преимущества по продвижению евразийских товаров на внешних рынках. А это действительно очень важно. Еще раз большое спасибо за организацию этой встречи. На этом у меня все.